Предалась я тут некоторым воспоминаниям о прошлом годе, и знаете, что меня заинтересовало? Постоянно люди пытаются поставить какие-то рекорды. Рекорды России, рекорды мира. Очень часто это бывает что-то, ну вот такое, типа, отрастили самые длинные волосы, например. Ну вот у нас рекорд, ребята уже который год ставят, это ёлку из машин, да? Вот, автоёлка, да. Давайте как раз про неё вспомним, мы, во-первых, про неё рассказывали. Не только про неё, нет, мы очень коротко, да? Значит, 800 машин, помним, да? Опять установили рекорд, до этого рекорд был наш же, тоже красноярский, 700 машин. На 100 приросли? Да, приросли, а начинали, по-моему, с 46 или около того. Вопрос, сколько мы можем? А надо ли? Если уже рекорд установили, зачем его бить? Пусть другие города стараются, мы отдохнём. Кстати, вот, да, мне стало любопытно, а другие города что ставят? Вот это вот любопытное видео, значит, там, это город Томск, и там 2 сентября, например, поставили мировой рекорд, мировой, по самому массовому поеданию мороженого в один и тот же момент. Ну, надо сказать, что в этом была заинтересована определённая компания, которая как раз производит мороженое, всем мороженое выдали, вот они все пришли. Это не так уж и много, что-то там людей. На самом деле написано, что там 1016 человек одномоментно ели мороженое. А как они доказывают, что они ели? Прям, прям, они должны были ложку положить в рот? Ну, смотри, представитель, представитель, вот, книги рекордов России, он должен был присутствовать прямо на месте. Он тоже есть. Пересчитать, он там... Да, он 17-й. Да, но вот смотрите, тоже любопытная штука, значит, эти одновременно ели 1016 человек, а вот, например, в нашем Норильске, который у нас в Красноярском крае... Там так холодно, что там... Там что делать? Да, там надо морозить самое большое мороженое. Поэтому они установили в этом же году, в 2023-м, рекорд у них был самый большой, значит, вот, самое большое мороженое. Стаканчик такой на 200 килограммов на секундочку. Там реальное мороженое было? Реальное мороженое. Его вычерпывали и бесплатно тоже раздавали. Ух ты! Настоящее, вкусное мороженое. Промороженное вот со всех сторон, все здорово. Это вот так вот местный молочный завод развлекается. Естественно, очень любят разные овощи-гиганты. Ну, нам не привыкать, у нас минусинские, да, помидоры вечно гиганты. А, оказывается, самая большая свекла тоже, это немножечко про нас. Гигантский этот овощ на своем огороде вырастила, вот, многодетная семья из Ермаковского района, тоже Красноярский край. Старались, старались. Что-то с нашими овощами, какая-то особенность, видимо. У нас почва плодородная. Ты посмотри, какой размер. Да, у нас тут все растет. Знаешь, сколько весит эта свекла? 30. 7 килограмм 730 грамм. Много, да. Почти 8 кило одна, представляете? Ну, это такое, самый большой... На всю зиму хватит. Кстати, да, да. Самый большой болгарский перец, всего полкилова. Так, сейчас в этот момент формула у тебя какая-то была? Хватит ли на всю зиму? Я высчитывала. Так, сколько я еда за год? А что там 7 килограмм сделать салат на Новый год? Один день под шубой. На самом деле, да. На раз просто. А, в один салат у тебя уходит сколько? 300 грамм. Ну, ты подожди, вот смотри, Ваня очень внимательно слушал. Это многодетная семья. Многодетная семья Ивановых. А они сделали себе, видимо, да, один салатик и хватит. Это да, во чем отличилось? Эта дама отличилась с самым большим перцем. Он полкило, то есть вот прям 500 грамм. Это Псковская область. Ну, вот 560 грамм. Такой тоже крупненький. Самое большое яблоко есть тоже. Оно в Подмосковье выросло, в Дестринском районе. 769 грамм. Вот человек с любовью, посмотрите, измерил его. Там тоже такая глыба, прямо скажем. То есть огромное яблоко, 769 грамм. Посмотрите. Оно одно было на дереве. Да, да. Но мне больше нравятся рекорды, которые, знаете, они полезные, что ли. Ну, то есть самое большое яблоко, конечно, классное. Я, правда, очень горжусь, что у нас люди такое могут. Но вот невероятный есть рекорд. Это сосудистая операция. Это анастомоз плечевой артерии. Артерии на артерии сделали операцию пациенту наименьшего возраста. Пациенту на момент вот этой операции 1 месяц и 9 дней. То есть это совсем маленький малыш, которому 1 месяц и 9 дней. И именно в России Осипов Дмитрий Владиславович в городе Казани сделал вот эту невероятную по всем параметрам операцию. Ребенок жив, ребенок здоров благодаря Осипову Дмитрию Владиславовичу. Вот такие рекорды, мне кажется, надо просто везде о них трубить, потому что это врач не просто, я не знаю, от бога. Это вот золотые руки России. И причем этот рекорд сейчас не только рекорд России, а рекорд всего мира. Это самый молодой пациент, которому сделали такую операцию. Успешную. Успешную, да. И это в нашей стране. Ну, по-моему, вообще прям классный. Порадуемся, порадуемся за всех, за всех рекордсменов. Потому что для каждого человека, как это, собственно рекорд, он... Ближе к телу, да? Ближе, конечно. Хорош, вот чем-то сам себя порадовал, да. А еще, если твой рекорд заметили, да, внесли там специальную книгу, это вообще все. Так, ребята, какой мы рекорд можем сделать? Подожди, там есть кнопка, есть кнопка на сайте рекорды России, прямо побить рекорд. Жмешь на нее, оставляешь заявку, и к тебе выезжает специалист. Прям в моменте он выезжает. Какой мы рекорд можем побить? Какой? Один-одинственный. Какой? Подожди, самый долгий эфир, там уже есть такие. Закончить программу раньше? Давайте, самая короткая телевизионная программа. Нет, 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 нет. Очень быстро. Ну, как-то неинтересно. Давайте еще подумаем. Ну, давайте, давайте. Самое большое количество людей в эфире. Давайте соберем много-много-много людей. Мне очень нравилось, когда больше 10 лет назад, значит, радиостанция под названием «Русское радио», у них там было шоу, такое «Русский перец» называлось. Они первыми в России начали, значит, делать эфиры нон-стоп. То есть у них там сначала было что-то 46 часов, потом за 50 лет. Это все и те же люди должны были вести эфир. Ну, там у них суть такая, что вот так же, как в нашей программе есть ведущие, я, например, пошел отдохнуть, там вы продолжаете. То есть прямой эфир продолжается, то есть продолжается работа, продолжаются гости приходить, там, не знаю, ночью у них там один формат, днем совершенно другой. И вот это мне забавно. Но, с другой стороны, ты же вообще после этого должен уходить в отпуск, дни на 30. Ну, вообще-то да. Ну, реально, потому что, мне кажется, за эти дни ты рассказал все, что ты рассказываешь, ну, не знаю, за месяц, да, потому что мы уже все равно не каждый день работаем, мы не часто так беседуем долго. Поэтому вот такие рекорды тоже имеют место быть. А что касаемо телевизионного эфира, это намного тяжелее, мне кажется, потому что радио это все равно закрытое пространство, пару компьютеров, микрофоны, какая-то атмосфера, а телевидение, это, знаете, подороже будет. Знаете ли, знаете ли. Ну, мы что-нибудь придумаем. Придумаем. Что-нибудь придумаем, у нас остается еще пару минут сегодня. Считаешь, считаешь минуты. Думаю, рекорд какой. А, какой-то, смотрите. Рекорд потому, как быстро ведущий вышел из кадра. Да.